Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 609. События дня. 1 Тимофея 4.16. Вникай в себя обучение, занимайся симпостоянно. Глава стиха должна отделяться двоеточием, но система не дает. Это когда будем уже окончательно выставлять, там уже разрешается. А здесь нет, поэтому черточкой отделяем. За 13 августа 2017 года. События какие могут быть в таком маленьком поселении? Ну, сравните со своим. Встаем в 4.40. Всегда праздник, выходной, для нас разницы нет. В 4.40. А ложись во сколько хочешь. Ну, ложаться иногда очень поздно. Разные дела по хозяйству успевает сделать, скотину покормить. И с восьми богослужения, литургия. Батюшка здесь служит. Следующее воскресенье он в городе. Это последний день молостной пищи. С понедельника начинается Покровский пост. Отец назвал госпожинки, раз она госпожа Богородица. Госпожинки. Строгий пост. Ну, и батюшка объявил, что там будет исповедь. Следующий у нас будет, а к ним поедет тогда-тогда в конце исповедь будет. Ну, а далее что? Выходим на улицу. На улице не в церковной ограде. Собрание. Лена Барабаш объявляет, что в час дня в спортзале школы я объявил тему о собаке-хаске будет разговор. И сразу начались несогласия. Потому что я говорю, приведите собаку. Она натворила беду большую. Это собака дикая. Ну, и дальше все будет видно. Собрание есть, и само собрание. На собрании этой темы хаски. Я показал, какая у меня была кошечка. Она, видно, такая умная глаза у нее. И потом, после повреждения, как она выглядит. Я в корзине принес. Два месяца мучаюсь с ней. Она едва-едва ходит. И неизлечимо. Вот так. Я говорю, ну, вообразите, что это именно она была. Маленькое воображение-то развеете. Ну, и какой там будет разговор. Как. Кто недоволен будет. Все будет показано. Выступают разные люди. Кинолог Пупов Сергей Павлович. Подробно говорил. Я рассказал об этой собаке. Которая стоит на ниже. Ниже ее нет собак. Она полудикая. Только для нарт. Ее нельзя выучить. Нету в ней этого. Это поколение ушли на то, чтобы собака была такая интеллектуально развита. А то, говорят, играет в доминой для развития ума. Это второе место после перетягивания канатом. Так и здесь. Можешь научить ее сидеть, лежать, но не больше. Она не угодно пасти. Она не будет пасти. Она может дорвать только. Утащить, съесть ягненка. Она добытчик. Сама себе пища. Она не может на охоту уходить. Ее не научишь. Она подстрелянная и сразу же утаскивает в кусты и съедает. И охранять она не может. Ей разницы никакой нет кто. И все это было показано. Ну, после этого. После завтрака занятия прошли. И газета местного района напечатала про нашу жительницу. 91 год ей исполнилось. Плотненького Серафима Гавриловна. У нее пришло, как передали поздравление. Красивое от Путина, президента, от губернатора Карлина. Ну, от местного начальства. Специальный ролик будет. Там где-то через 7-10. Примерно так. Потому что мы не ставим. Работают модераторы, администрация. А я только замки снимаю. Мне привозят материал готовый. Я ничего здесь ставить не могу. По времени, высчитываю деньги. Намного больше, чем в Барнауле. А там круглосуточно. А здесь иногда днем загляну. А главное, вот утром. Тут подешевле на маленькое. 500 рублей. И еще-еще выключат. Что, сказать, кончились деньги. Вы не успели вложиться. Ну, и вот такое вот событие. Пошли. Сергей приготовил попков удочки. Я тоже заметил это дело. И говорю, ну, на меня там что-то сделают. Долго готовил, слабенькие. Ну, и половили гальянов. Коля ловил, мальчик. Серегин. С матерью Мариной здесь. Еще не видел. Надо пойти посмотреть, сколько они поймали. А Сергей несколько раз захватывал рыбу. О, всплеск какой. Видно, что карп попадался. И каждый раз обрывает удочки. Уносит он. Ну, какая-то леска-то. Ну, там четверть. Чуть больше, может, четверти. Ну, нынешние мальчики запущенные были. Вот тут удачливый Евгений был. До этого работал. Ловил. Восемь вроде за раз поймал. Восемь штук. О. А там и другим понесли. Угощать. И добрые люди. Вот. Ну, какие-то события-то. Ну, мелочь. Но. Вот в интернет заходим, отвечаем. А сегодня мне пришло указание. Жалобы на Никиту, племянника. Он мне не племянник, а внучатка. Это племянник его отец. И у него там я посмотрел. Кое-как нашел, куда указывает. Там какая-то тема. Сисечки. Там везде, где открытые груди. Ну, русские. Вам не надо ничего говорить. Только посмотрите, как у мусульман одеваются. Так чем привлекательно это для желающих сохранить целомудрие. Вот. Ну, и все, где кто-то, кто-то набрал. Кто там набрал из разных где-то. И она наклоняется. Раз открытые. Безгальтеры. Сисечки. Ну, как. Ну, еще. Ну, увидел дальше, что. Ну, даже говорить-то не о чем-то. Мальчишка. Но уже туда же тянется. И сколько горя из-за этого хватит. Мне, так сказать, вот видишь, похоже. Можно ли, когда посмотришь с вожделением меня. Но я при чем здесь. Я знать не знаю. Вконтакте. Не бываю я там. Не знаю. Ну, увижу я, обязательно скажу. Так не оставлю. Но его нет. Он в городе. Писать, конечно, не буду. Я не знаю, кто это составлял. Из разных там надергали. В голой груди, сисечки. Ну, и что я могу сделать-то? Я не видел даже. Не знаю. Вот. Поговорили с батюшкой. А он пасет овечек своих. И читает книгу. Солженицын, архипелагулак. Новый выпуск. По частям. Там часть пятая и дальше. Поговорили. А я в среду на прошедшую неделю приезжали сюда баптисты. Вот. И уже не первый раз. Третий или четвертый раз. Примерно так. Из Табунского района. Там какое-то село есть. И еще разрешение спросили. Зачем приезжать? Я взял интервью. Вот это получается уже 8-7 разных. Люди собираются. По домам прошел. И вот как вы думаете? Почему? Какое у вас чувство было, когда они приезжали? Зачем они приезжают? В одно и то же место. Знаешь, что у нас и Евангелие есть. И песнопение. И баптистки поем. А приезжают. Ну и вот. Маленькая картина-то проясняется. Я не так, что я свое мнение высказал. А я прошел по домам. Побеседовал. Там кто на улице, на крыльце. Вот. Это наше событие. Я несколько раз заходил в интернет. Вот сейчас тоже зайду. Опять включу. Показать свои ресурсы. Это вот. Мой мир. Вот здесь вот сегодня уже выставляю. Которые я выставляю и переносятся они именно сюда. Автоматически. То есть я переставляю все, что требуется операции. А потом уже идем-то. Она все работает и работает. Хотя компьютер будет выключен. Работает. Вот это. Люблю эту систему. Где-то там есть с головем. Это контрольная страница. Я там не бываю. Туда не писать. А вот здесь, которую я показал в шапке. Тут можно. Вот наш православный форум. Так он выглядит. 1600 тем. Очень богатый. Легко пользуется. Вот видеоканал. Вот видеоканал. Вот. Посмотреть. Первый мостик. Вода пошла через дорогу, не перекрывая. Вот. Все есть. По дороге много работаем. По дорогам, по прудам, по плотинам. И поэтому выставляете материалы. Ясно, что они круто аполитичные. А для чего тогда выставлять? Не нравится, не смотри. Дело в том, что в России 21 тысяча или больше теперь уже сел заброшенные. И никто не думает их восстанавливать. Новое все разрушено. Ну, это умышленная программа разрушения государства. Об этом сказала Нина Данилова в законодательном собрании от КПРФ в Алтайском краевом. Вот так. Но мы показываем, как можно с нуля начинать. Ничего нет. Вот, видишь, в конце концов появляется средство нанять бульдозер. Его привозят. Вот он выправляет. Есть где купаться. Микроклимат. Качать воду на огороды. Вот как проезжать дороги. Проезда не было. Теперь проезд будет. Каждый день я выставляю небольшие ролики. По 10 роликов. Каждый день 10 роликов. Маленькие, небольшие, но есть и более крупные. Но легко смотреть их. И понятно, что вот если кто-то желает делать, как говорится, патриоты страны своей. Ну, вот они могут. Смотри, ну, мы тоже никакой техники и нету. Были лошади. А сейчас лошадей ни одной нету уже. Трактора, машины, комбайн, фермер. Более 200 гектаров земли. Ну, на 20-то дворов. Даже 20 дворов нету. 16 дворов. Откуда 20-то? Да и живут они там. Сейчас я скажу. Да и летом живут. А зимой-то тут. Вот, Игорь, раз. Это два. Этих нету. Этих нету. Два. И здесь три. Наверное, четыре. Ну, что, вот, пять. Шесть, семь. В семи домах только трубы дымятся. Вот и все. Какая деревня-то? Ну, деревня. Статус полученный. В семи. В восьми. В семи-восьми домах. А остальные летом-то как приезжают. Летом вот мы такие. Ну, и большой очень ресурс у нас. Это православный библейский сайт во свете Библии. Очень большой. Главные вопросы-ответы. На 55 тем разбито. Ну, тогда я беру небольшую тема. Называется «Внутренний мир человека». Вот я его уже подготовил. И по вопросику беру. Вопрос 1308. Четвертый том «Открытым оком». Книга так называется. Книги у меня 33 тома «Открытым оком». Как может уживаться в человеке вера, хитрость и расчетливость? Это я вел занятия в пяти университетах, школах. Десятка школ. Три радиопрограммы вел. И вот вопросы поступали. Записка. Ответ. Вы имеете в виду веру во Христа, веру истинного христианина? У людей слово «хитрость» пользуется средним положением. Смотря по выгоде, какую человек имеет. Надо провести четкую грань между хитростью и мудростью. Слово «хитрый» означает человека, делающего что-то скрытно, с тайной выгодой. Умеющего обмануть другого. И в христианстве имеет всегда отрицательный смысл. У людей же мира хитрость в почете. Что вот так умный человек сумел провернуть свои дела, обмануть соперника, это вменяется ему в умение жить. Быть умнее противника. Родоначальником хитрости является дьявол. Бытие 3.1. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь, Бог. И сказал змей жене подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Люди мира сего употребляют хитрость для спасения своей жизни. И особенно часто в военном деле. Делают ложные маневры, создают видимость накопления войск, чтобы обмануть противника и ударить в другом месте. Для христианина хитрость совершенно неприемлема, ибо она есть ложь, а ложь от дьявола. У нас есть только два варианта – или говорить правду, или молчать. Разрешается говорить в аллегорической форме, как при свитере Гермалай. Гавайне тяне сумели хитростью обмануть евреев, а остались живы, никого не погубив и никому не причинив вреда. Иисус Новин, 9 глава, 4 стих. Я отвечаю и показываю места Писания. Отвечаю и сразу ссылаюсь на Слово Божие. Сегодня они так и не отвечают, почти никто. Вот смотрите, иногда до десятка мест. Хитрость приносит временный успех, но в дальнейшем за нее приходится платить очень дорогую цену. На нее никогда не следует соглашаться, чтобы достигать желаемого через хитрость. Она всегда беззаконна. Чтобы сказать это, я должен привести пример. Второе, царь 13.3. Но у Амнона был друг по имени Янадав, сын Самая, брата Давидова. И Янадав был человек очень хитрый. Этот товарищ помог добиться вожделенного, и Амнона бальстила и изнасиловала родную сестру. Но другой брат зарезал его за эту пакость. Я сказал, хитрость здесь, очень хитрый. Иов 5.13. То есть люди приходят за вопросом не ко мне, а к Богу. Я их отсылаю туда. Он уловляет мудрецов их же лукавством. И совет хитрых становится тщетным. Евреев не любят во всем мире именно за их хитрость в достижении их глобальной цели. Они опутали весь мир своей сатанинской хитростью. Этим качеством особенно отличался Владимир Ульянов и все большевики. У них не было ни единого истинного слова, и они не выполнили ни одного своего обещания. И сегодня они обольщают народ и пытаются хитростью прийти к власти. И верить никак нельзя. Ибо они есть отродие дьявола, сыны погибели, ревностные служители сатаны. Коммунисты хитростью обольстили митрополита Сергия Строгородского и создали советскую церковь и ее руководство, советскую патриархию в июле, на самом деле в сентябре 1943 года. Народ считает их благодетелями, а они есть порождение и хитрые. У них нет ничего, кроме лжи и убийства, как у их родоначальника, породившего их хитростью и обманом. Вот я сказал слова теперь снова, местописание, подтверждающее это. Иоанна 8, 44. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. Матфея 26, 4. И положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Если вы верующие, то запомните, что христианину категорически противопоказано не только говорить и писать, но даже и думать о том, как сделать неправду, и чтобы хитростью достигать благой цели. Католики придумали афоризм, что можно лгать, творить любое преступление, как в ордене иезуитов, для большей славы Божией, для вящей. У них главная цель – привести всех под папскую туфлю, чтобы человек признал владычество папы. Сектанты пользуются хитростью на каждом шагу, скрывая многие из священного писания места. И в первую очередь 11 неканонических книг стараются через музыку и танцы ввести человека в транс. И, понося церковь, себя называют церковью, тщательно скрывая свое происхождение и истинное намерение. Все до единого секты созданы с масонами для хитрого искусства обольщения. Истинно верующие никогда этим не пользуются. Ну вот я говорю, и теперь я должен подтвердить, что именно так говорит нам Святая Библия. 2 Петра 1.6 2 Коринфянам 4.2 Но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совестью всякого человека перед Богом. 2 Коринфянам 11.3 Апостол Павел получил от своих собратьев только один наказ, а одну заповедь – помнить нищих и всюду делать денежные сборы в помощь голодающим и нуждающимся. 2 Коринфянам 12.3 И из них начинает сожалеть о том, что они добровольно передали ему. И говорили, что он сумел их как-то так обольстить, что они щедро раскошелились. 2 Коринфянам 12.6 Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Верующие должны всегда у Бога просить мудрости, чтобы уметь отличать подделку от истины, особенно в отношении сект, так расплодившихся в России в последнее время. Когда смотришь, как пожилые люди со своими внучатами огромными толпами валят на стадионы и в дома культуры и безобразно распяли в рты, в трансе, орут, как на немецких площадях в 1933 году перед добретенным фюрером. Делается страшно за людей, обезумевшее. За какие американские пирожки продаете свою душу? Апостол Павел этих людей видел, как малолетних, скудоумных детишек, и враг уводит во тьму и предупреждал их. Скажут, а где такое? Ефесянам 4.14 Хитростью пользуются на войне. Это считается великим искусственным преимуществом. Задача одна – победить. Как сказал помощник президента Шойгу, они готовы заключить союз даже с дьяволом, лишь бы победить в Чечне. Это он сказал открытым текстом, и про это знает патриарх. Почему же не потребовал избавиться от этого буддиста, сатаниста? 1 Маковейск, 11.1 Между тем, царь египетский, собрав многочисленное войско, как песок на берегу морском и множество кораблей, домогал совладеть царством Александра хитростью и присоединить его к своему царству. 2 Маковейская, 13.18 Царь же, опытом дознав отважность иудеев, пытался овладеть местами посредством хитрости. То есть ветхозаветные иудеи в военном деле также пользовались хитростью, и это считалось положительным. Иудив 9.10 Премудрость Соломон получил мудрость от Бога, и премудрость эта была чистая, кристально ясная и полезная. А сегодня даже для получения всего лишь диплома прибегают к всевозможным хитростям и взяткам. При сдаче экзаменов, засчетов сплошь и рядом прибегают к хитрости, как обмануть преподавателя. А если уж коснется защищать диссертацию, то хитрости нет конца. И после этого любой совет, любую свою экспертизу, они оценивают в бешеную сумму. А Соломон о своей божественной мудрости рассуждал иначе. Вот я сказал, а теперь скажут, откуда вы все знаете? На Библии написано. Премудрость Соломона, 7.13 Без хитрости я научился и без зависти преподаю, не скрываю богатство ее. То есть богатство мудрости. Сегодня говорят, не обманешь, не проживешь. Хитрый человек, он изворотливый, говорит одно, а думает другое. Главное, чтобы была выгода. Хитрые люди от дьявола и пытаются смешать истину с ложью. Таких людей называют хитромудрыми. В Сераха 19.22 Есть хитрость изысканная, но она беззаконна. И есть превращающий суд, чтобы произнести приговор. Человек, жизнь которого в вечной борьбе, побеждать для которого жить. Все, что в мире не есть, покорил ты себе, но себя ты не смог покорить. Ты на суше прославился мудрым царем, Ты проникнул в глубины морей, На вершины взошел и остался рабом своих собственных низких страстей. Да, ты силен, но ты одновременно слаб. Ты велик, но в то время ты мал. Силой разума бог, силой похоти раб. Ты высок, но как низко ты пал. В эгоизме своем ты Христа пренебрег, В астротосфере его не нашел. Ты на землю вернулся, подобно как бог, Похищая его орел. Ты, как раньше в истории, Твердо решил сделать вечное имя себе И совсем вавилонскую башню забыл, Споря с богом в безумной борьбе. Что из этого, что над землей паришь С бренной славой на смертном щеле? Ты не раз еще в космос удачно взлетишь, Но умрешь, как и все на земле. О, несчастный, надменный с земли человек! Славу Богу Всевышнему дай! Только с ним будешь подлинно счастлив навек, С ним достигнешь заоблачный рай. Бог есть дух, он Господь есть от века всех звезд. Чтобы в звездное небо вступить, Стоит пасть перед ним, да поможет Христос, Стоит в жизни себя победить. Считаю, что сегодня достаточно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!